Итак, мы с вами переходим к следующему уроку и сейчас мы будем вырезать кусок кровли под вот это слуховое окно, как на рисунке, который рассматривали в конце прошлого урока. Это мы будем делать с помощью нового способа, который называется вычитание. Сейчас я покажу на абстрактном примере, как это работает, а потом уже сделаем на нашем объекте, для лучшего понимания. Выбираю какой-то объект и предположим, нам из него надо вырезать какой-то кусок. Мы строим вспомогательную полилинию для того, чтобы создать после из нее объект. Замыкаем ее, выбираем выдавить. Включу циклический выбор, выдавить полилиния, нажимаю Enter и выдавливаю вниз. Подниму чуть повыше. Выбираем инструмент вычитания. Выбираем сначала объект, из которого мы будем вычитать. Нажимаем Enter. И теперь выбираем объект, которым мы будем вычитать. Выбираем данный объект. Так, вот он. И нажимаем Enter. И как видите, исчезает второй объект и исчезает та часть, которую он покрывал. Вот такой удобный способ. Теперь давайте посмотрим, как его применить к нам. Во-первых, необходимо сориентировать пользовательскую систему координат так, чтобы плоскость XY лежала на вот этом скате. Но это делается очень просто. Мы выбираем инструмент грань. И выбираем нашу грань. Нажимаем Enter. Нажимаем вверх. Теперь у нас вверх относительно вот этой кровли, относительно пользовательской системы координат. И теперь строим полилинию. Вот так. Далее вот здесь пересечение у нас. Ну, можем брать чуть-чуть глубже. Для того, чтобы не было видно какой-то кромки. То есть чуть-чуть ниже берем. Далее вот здесь немного за стену. Эти части у нас будут скрываться под конструкциями. Так, опять же здесь чуть ниже. Выходим вот сюда. И здесь уже, в принципе, можем себя не ограничивать. Можем вот сюда. 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 И замкнем. Вот мы создали полилинию. Теперь выдавим ее. Вниз. Если она будет попадать на стену, здесь ничего страшного. Потому что мы будем выбирать объект кровли. Нажимаем Enter. Так, смотрим. Вроде все у нас в порядке. И теперь вычитаем. Инструмент вычитания. Выбираем кровлю. Нажимаем Enter. И выбираем теперь объект. Нажимаем Enter. Все. Кровля подрезалась. И теперь сопряжение смотрится правильно. Единственное у нас вот это сопряжение необходимо подправить. То есть сделать вот такой же торец. Тогда наша совесть будет абсолютно чиста. Мы можем скопировать этот кусочек полилинии. И перенести ее вот сюда. Так, не за ту ручку взялся. Вот здесь. Значит, можем отредактировать вот эту полилинию. Сюда перенести точку вверх. Добавить вершину. И привязать ее вот сюда. Выбираем выдавить. Выбираем полилинию. Нажимаем Enter. И выдавливаем ее вплоть. Вот до сюда. Все. Сопряжение готово. Ну, по большому счету, кровля у нас готова. Нам необходимо будет подрезать стены под кровлю. И можно соединить некоторые части. Во-первых, вот эту часть можем соединить с этой. Для этого выбираем. Соединить. Первый объект. Второй объект. Нажимаем Enter. Итак, здесь мы заканчиваем. А в следующем уроке мы займемся как раз подрезкой стен под крышу.